Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Мы продолжаем наш цикл, посвященный текущей пандемии заболевания COVID-19, которая вызвана новым коронавирусом SARS-CoV-2. Сегодня наша программа посвящена вопросам диагностики. И на связи с нами академик Вадим Говорун. Здравствуйте, Вадим. Добрый день, Марина. Добрый день. Я хочу начать с того, что, насколько я знаю, вы были тем человеком, который внедрял в России клиническую диагностику, основанную на методе полимеразной цепной реакции. Ну, было, да. Было, да. С началом пандемии COVID-19 под вашим руководством были разработаны новые тест-системы. Это, во-первых, система для выявления иммуноглобулинов класса G коронавирусом SARS-CoV-2. Это метод иммуноферментного анализа. А также тест-системы для выявления антигена методом изотермической полимеразной цепной реакции и микрофлюидных чипов для индивидуального тестирования антител к новому коронавирусу. Это то, что я выудила, вычитала. Расскажите, пожалуйста, об этом. Используются ли сейчас в основном у нас эти тест-системы? Насколько широко? Вот все вокруг этого новшества вашего. Ну, почти все правильно, но не совсем так в хронологической порядке. Значит, первая тест-система, которая появилась, она была на ПЦР как раз, с использованием ПЦР. И мы, по-моему, зарегистрировали ее 27 марта. Это было только начало пандемии. Она до сих пор довольно активно выпускается и продается. Я считал, когда-то, в общем, компания, которая со мной связана, сделала больше 12 миллионов, по-моему, или 15 миллионов тестов за это время. Затем действительно появился иммуноферментный набор на выявление иммуноглобулинов класса G. Я не очень понимаю диагностические потенции этого метода. Это, скорее, вот сейчас, наверное, будет нужно для контроля разных способов вакцинации, разных вакцин. И там надо очень думать, потому что мы сейчас с этим сталкиваемся. Пытаясь понять, как оценивать реально появление тех или иных протективных антител. Но разные вакцины в нашей стране, они будут сделаны на разных принципах. Это уже понятно. Например, вакцина Вектора. Это вакцина, которая использует пептиды, КС-белку, но это совсем не из белок. И многие стандартные наборы, которые в мире используются, например, на белок N, они хоть и не очень специфичны, но они довольно чувствительны. Они совершенно не подходят. Ну и так далее. И в начале мая мы сделали действительно эзотермическую реакцию. Она позволяла и позволяет определять вирус в общей сложности, если взять подготовку где-то за полчаса. Это один из рекордов в мире. А после этого уже к концу года мы сейчас довольно активно регистрируем так называемые эзотермические картриджи и сделан прибор. Мы его называем изи, но на самом деле это изоскрин. Этот прибор индивидуального пользования. Я считаю, что это прорыв для России, поскольку он теперь, если бы мне в начале нулевых годов сказали, что какие-либо амплификационные методики смогут работать в руках людей, далеких от лабораторной диагностики, я бы сам не поверил. Но это случилось. То есть мы сейчас в рамках испытания научили несколько разных секретарей просто делать эзотермическую реакцию. Они делают, и у них все, в общем, получается. То есть мы сделали не просто эзотермические наборы, это само собой, а мы сделали специализированные картриджи по существу индивидуального пользования. И они так же просто работают, ну почти так же просто, как корейские тесты на антиген, довольно широко расходящиеся сейчас, по крайней мере, в Москве. За одним только исключением, что они, конечно, почувствительны. Имеется в виду тесты, основанные на эзотерме. И это дает возможность в дальнейшем диагностировать, и такие наборы сейчас тоже готовятся, не наборы, а вот эти картриджи. То есть картридж состоит из четырех пробирок, вставленных в специальный такой держатель, который невозможно перепутать при помещении всего этого дела в прибор. Там есть положительный контроль, есть отрицательный контроль, контроль на выделении образца и, собственно, сама проба. То есть, таким образом… То есть, если снабдить какое-то учреждение, куда не разрешают заходить без справки о том, что… Да-да-да, именно так. То есть, пока человек ждет в приемной, можно протестировать. Потому что мы просто сталкивались, например, на съемке, вот нас требуют справки, а у нас нет. Именно так, то есть, есть вот этот прибор, он содержит мобильное приложение, можно поставить реакцию и отойти на либо, значит, Bluetooth скоростояние, либо просто… Получить уведомление. Либо по Wi-Fi, да. И вы просто видите в реальном времени, как у вас проистекает реакция. То есть, в этом смысле мы ничем не хуже уже просто проверяли Эботовского аналогичного прибора или прибора корейцев, которые говорят маркетингово, что они могут зарегистрировать коронавирус там за 5-7 минут, но это речь идет о тех пробах, где его очень много. Так, полный цикл реакции эзотеремической составляет 17,5 минут и 10 минут идет выделение рынка. А для того, чтобы поставить реакцию, нужно сделать два пипетирования. То есть, все-таки пипетка еще там остается, но эти процедуры, в общем, элементарные. Сейчас мы как раз пытаемся всячески заменить пипетирование на какие-то одноразовые дозаторы, которые могут быть выброшены. Таким образом, полностью исключите контоминацию и какие-то возможности, связанные с претензиями Роспотребнадзора на сохранение правословутой инфекционной безопасности. Если человек сам себе ставит диагноз или анализ делает, ну какая тут инфекционная безопасность? Ну да, он сам поставил, выбросил все и ушел. Вот, ушел в другую комнату. Если у него есть какой-то положительный результат, если отрицательный, значит, то, в общем, он пошел на работу спокойно и никому не предоставляет угроза. Если же говорить вообще, да, ну и кроме этого, вот я сказал уже, что поскольку идет вакцинация в какой-то степени, там, больше, меньше, то, безусловно, мы сейчас думаем, у нас есть вторая разработка с использованием микрофлюидики, где мы думаем о создании универсального чипа для регистрации всех исходов заявленных вакцин. Но это означает, что если это цельный вирус, который убитый, отринированный, там, инактивированный, либо он потом, в конце концов, может даже стать и отринирован живым, то это будет, безусловно, несколько белков, RBD, домен S-белка, S2, это будет N-белок, возможно, какие-то внутренние белки, потому что это сейчас изучается, как вакцина действует. Мы знаем много информации о специфическом ответе организма человека на коронавирусную инфекцию. То есть, если N-белок, это человек переболел, потому что вакцины заточены на S, да? Не обязательно, это так. Если вы используете цельный вирус в качестве вакцины, тогда может быть и то, и то. Да, конечно. И очень важно оценить, насколько глубоко произошла иммунизация, потому что, несмотря на то, что антитела к S-белку, а в частности, к RBD-домену к определенным эпитопам. Причем мы думаем о том, чтобы, возможно, в этот чип положить некие структурные аналоги доменов, которые участвуют в взаимодействии с нейтрализующими антителами. Ну, ясно, что для всех построить тест на вирусах по нейтрализации будет невозможно, но людям хочется... Люди же очень быстро образовываются в плане прикладной вирусологии, и они выучили понятие титра антител. То есть, на самом деле, на настоящем этапе все это очень сумбурно и, скорее, больше пользователей вводят в большее заблуждение. Большое количество антител ни о чем не говорит вообще. Говорит высокие титры нейтрализующих антител. И это не весь S-белок, и даже не весь RBD, это, на самом деле, очень узкие зоны этого белка. Это первое. Второе. Наличие антител только к N-белку при отсутствии антител к S-белку говорит о том, что, возможно, человек перенес сезонную коронавирусную инфекцию, которая никакого отношения к COVID-19 не имеет. Особая история, как с этим действовать в плане вакцинации, потому что принцип вакцинировать всех, он не бесспорный, я скажу так. Но человек, по крайней мере, будет знать, что у него была коронавирусная инфекция, потому что N-белки довольно консервативны для большого количества представителей коронавирусов, и, в частности, коронавирусов, которые инфицируют человека, они более-менее имеют одинаковые эпитопы. Будет перекресток, так называемый. И особая история – это участие в антителогенезе так называемых неструктурных белков, N-сп белков разных цифр, но в основном речь идет о пятом, о десятом N-сп белке. Они довольно существенны, и на самом деле наличие к ним антител по-видимому будет иметь прогностически очень положительный ответ, потому что они блокируют довольно существенные стадии размножения вируса. Вот это первое наблюдение. А второе наблюдение, вот как в случае с вектором, это будет особая история, там нужно будет думать, как оценивать их эффект, потому что, если векторская вакцина действительно окажется хотя бы на 50-60% эффективной, много скептиков, то это будет настоящий прорыв. Дело в том, что пептидные вакцины, вообще говоря, слабо иммуногенны. И вот если мы поможем специалистам Роспотребнадзора, потому что мы разработаем для них очень адекватную систему и на уровне клинических испытаний, которая, возможно, поможет как-то менять структуру этих пептидов, лежащих в основе вакцины, чтобы добиться большего результата. Вот у нас такие планы. Но сейчас эта система, в принципе, работает. Есть чип, в котором сконцентрированы на микросферах отечественного производства порядка S-белок, как я сказал уже, и N-белок. И можно за 15 минут провести измерения иммунохимическим способом. Но это не иммуноферментный анализ, это иммунофлуоресцентный анализ. Но суть этого не меняется. В общем, каплю крови надо все-таки. Да, да, это капля крови, действительно, из пальца, которая позволяет быстро выявить. А если вернуться, Вадим, на секундочку, к тому прибору, о котором мы вначале говорили вот для экспресс-диагностики, да, самостоятельно. Это скрино? Да, он там слюна или там как человек? Нет, там мазок. Мазок. То есть человек сам сам... Обычно это тот же самый мазок из зева или из носоглотки. А человек сам в состоянии взять его? Да, конечно. Родный лифлекс не помешает? Нет, ну, значит, опять же, к вопросу о наборах. Вот как-то наша чудесная революционная общественность вся, она погрязла в сравнении качества и чувствительности разных амплификационных и других наборов, которые производятся не только в России, но и... Ну, люди же хотят иметь все самое лучшее у себя, да? Ну, а лучшее не значит достойное. Вот почему. Потому что на самом деле в диагностике коронавируса есть самая главная существенная часть это преаналитика. Уже сейчас плохие наборы, которые были в самом начале, это неизбежно. Они как-то отсеялись. Их уже никто не пользует. Но как бы люди быстро понимают и лабораторию тем более, что работает, что нет. А вот с пробподготовкой беда. Потому что несмотря на то, что наши западные коллеги довольно быстро опубликовали все инструкции, все правильные, значит, рекомендации, как, когда, в какие сроки, откуда надо забирать образцы, чтобы добиться высокой выявляемости коронавируса, ковида-19, это очень долгое время просто манкировалось. И отсюда возникали превратные, значит, представления у медицинских чиновников и общественности, что это делать вообще не надо, что надо делать КТ там. Да, да, да. КТ, вообще говоря, ни в одной стране мира не делать, чтобы вы понимали, потому что это не специфический признак. Совершенно не специфический, он ни о чем не говорит. Конечно, для тяжелых клинических, значит, случаев это очень важно. Но когда человек задыхается, там ему не хватит. Да, да, да. Но известно, что при таких вот картинках, да, там матовых стеклах, часть ацинусов, это образование, в которое входят альвеолы, они могут работать. и даже несмотря на то, что есть какой-то небольшой участок выпада, это же пневмония, это не пневмония, там работающие ацинусы, поэтому, значит, насыщение кислорода, то есть то, что меряется пульсоксиметром, оно может и не изменяться сильно. Но для человека это, конечно, оказывает большое психологическое воздействие. Ну, вот эти все разговоры, вроде бы, как сейчас прошли, потому что уже чисто экономически делать всем КТ сложно, да и дорого, это гораздо дешевле меряется насыщение кислорода. Тем не менее, как-то вот, поскольку в России традиционно к диагностике плохое отношение со времен Боткина, вот считается, что каждый хороший врач все и так знает, то и правила преаналитического этапа соблюдаются едва ли. И в этом, собственно, главная собака, которая тут и зарыта. То есть если правильно брать пробы и в нужное время, в нужное время, да, потому что сейчас уже много известно о том, как себя ведет сам коронавирус, не инфекция коронавирусная, тем более не реакция организма, а именно сам коронавирус, то понятно, что в первые, допустим, несколько дней, 5-7 дней манифестации или даже в так называемый доманифестный период открытие коронавируса, то есть его детекция в носоглотке, причем именно в носоглотке, имеет высокие шансы, это там 80-90%, затем постепенно вирус мигрирует в гортань, потом он, возможно, исчезает оттуда вообще, да, или попадает в легкие, там начинает размножаться. То есть на самом деле в разные периоды нужно использовать очень разные подходы. через 7-10 дней можно мерить ИГМ, ну, то есть типа класса М. В общем, в диагностике нужно проявлять знания больше, чем выбирать этикетки на наборах. Я бы так себе сказал. Потому что при большом, конечно, желании можно найти так называемые, в кавычках, кардинальные отличия в качестве наборов, но их нет. Коронавирусная инфекция является довольно высокотетражной инфекцией, как и любая респираторная инфекция. И если в правильные, как я уже сказал, временные отрезки, правильными инструментами, ну, то есть тупферами или какими-то специальными другими средствами проводить пробозабор, правильно хранить эту пробу, потому что вирус все-таки рынковой природы, он в случае разрушения оболочки быстро разрушается, то, в общем, результат-то будет, что называется, на лицо. Именно поэтому как и для других респираторных инфекций в обиход, ну, по крайней мере, обеспеченных людей очень быстро вошли тесты на антиген, который вообще можно назвать домашний. То есть это просто детекция антигена иммуно-хроматографическим способом, имеющий, в общем, достаточно чувствительность, чтобы отсечь там 90% всех случаев инфицирования. Но надо действовать очень-очень аккуратно в том смысле, что забор образца должен производиться не с передних пазух носа, а действительно поглубже. Да, поглубже. Ну, в общем, все эти правила хорошо описаны, и любой желающий их может найти на любом языке. Так, возможно, это вот высокая, достаточно высокая доля ложно-отрицательных тестов, о которой часто говорят, кто-то даже называл 40%, кто-то из представителей Минздрава, я не помню. Может быть, это связано именно с несвоевременным забором материала? Конечно. То есть не тесты плохие, а надо в нужное время в нужном месте. А вот это связано с тремя причинами. Марина, это связано с тремя причинами. Первое, несвоевременный забор. Второе, неправильный забор. Третье, неправильное хранение образца до анализа. То есть не система плохая, а вот эти факторы. Абсолютно. Система производит какую-то очень небольшую часть этой истории. А вот все остальное, что делается разными людьми, в разных условиях, по-разному везется, на самом деле оказывает критическое влияние на качество результата. А как удалось ускорить процесс диагностики? например, там в апреле пять дней, да, забирали, когда из поликлиники приезжали люди, забирали мазок этот, результат выдавали через пять дней. Сейчас, на следующий день. Что сыграло такое критическое но в Москве благодаря очень разумному подходу властей в двадцатом году было сделано правильное решение. Они привлекли к работе частные лаборатории, которые гораздо в то время были лучше оснащены, там гораздо более четко обученный персонал, и люди, конечно, существенно более мотивированные, чем в государственном секторе. И вот это вот объединение сил бизнеса и государственных лабораторий на фоне постепенного разворачивания мощностей позволило не сразу, но в достаточно короткие сроки, в два месяца сделать то, о чем вы сказали. Сейчас ситуация будет как-то меняться, потому что в конце года московские власти прекратили сотрудничество с коммерческими лабораториями. Да-да, они перевели все это дело в государственный сектор. Ну, посмотрим, какой будет результат. Сразу упала естественно выявляемость, если вы посмотрите на график. То есть это вот с этим связано. Я-то думала, что заболеваемость падает. Нет, конечно нет, это конечно связано только с этим. Но тем не менее сейчас, возможно, это правильное решение, потому что в московском здравоохранении есть мощные лаборатории, роботизированные, автоматизированные, которые могут это сделать. Другое дело, что логистические концы по Москве, то есть перевозка проб, временное поступление, работа, как я сказал, с транспортными средами. Этим по большому счету никто особо не занимается. Частники, понимая свою репутационную историю и понимая, как потом это в дальнейшем будет сказываться на бизнес, уделяли этому в контакте с чиновниками довольно большое значение и внимание и все время корректировали этот процесс. Но опыт приобретен, я не думаю, чтобы он быстро рассеялся, поэтому надеемся на то, что будет все нормально. FDA направила на днях письмо в клинические лаборатории, кстати, лаборатории, в котором обращают внимание работников на возможность ложно-отрицательного тестирования, связанного с мутациями, появляющимися в геноме вируса. То есть речь идет о повышении процента ложно-отрицательных результатов. Вот как вы к этому относитесь? Как вы это оцениваете? Это правильная оценка, но мы за этим внимательно следим и, естественно, если мутация... Это обычная практика для всех вариабельных патогенов, скажем так. Для разработчиков наборов здесь нет ничего удивительного и никакого шума информационного по этому поводу поднимать не следует. Если будут мутированные вирусы, то разработчики быстрее с надзором поменяют структуру праймеров, отработают все это дело и это будет учитываться. Ну, в общем, пока... Это достаточно быстро, да? Да, это очень быстрый процесс, но, насколько я сейчас знаю... Кроме этого, надо понимать, что вы сами об этом сказали, что сейчас на российском рынке, то есть зарегистрированным является не только набор, основанный на методе полимеразно-цепной реакции, но и изотермической реакцией. И это совсем разные подходы. Изотермическая реакция по определению, она многопраймерная, вот это вот лэмп, то, что называется, да? Поэтому там вероятность того, что... То есть много эрковых затравок, как бы, да? Которые способны спариться с вирусом и распознать его. Поэтому чисто теоретически, конечно, какое-то количество положительных проб может быть пропущено, но я не думаю, чтобы это было как-то очень критично. Я повторяю еще раз, поскольку давно уже, уже теперь слежу за развитием диагностического процесса, сам ничего не разрабатываю, но тем не менее я понимаю, что до сих пор не только в России главным рестриктивным моментом является преаналитика. Она вносит гораздо больший вклад в ложноположительные и в ложноположительные, кстати, пробы, чем собственность. Да, да. Мутации, конечно, вирус будет эволюционировать, это предсказано, но я не думаю, чтобы это принесло какие-то вот сейчас на этом этапе существенные трудности именно с диагностикой. Лечение не касается, а вот с диагностикой. Последний вопрос, Вадим, но он достаточно широкий, просто я обращаюсь к вам как к человеку многопрофильному с широким видением, я просто знаю это. Какие важные вопросы, связанные с пандемией, на ваш взгляд, остаются пока без ответа? Чего касаются главные проблемы? То ли это эволюция вируса, неясности в клинике заболевания, эффективности лечения, иммунологические аспекты, например, продолжительность иммунитета, это пока что большой вопрос. Что вас беспокоит больше всего и где бы вы хотели получить скорейшие ответы для нас? Я скажу, над чем мы работаем. Я в мае месяце выступил с личной инициативой изучения собственного поведения, я бы так это назвал, коронавирусной инфекции в нашей популяции. Я сказал даже на очень высоком уровне, что нам необходимо не только разрабатывать средства диагностики и, возможно, профилактики, но нам нужно понимать, как довольно мощному государству, что это вообще такое. С одной стороны, в коронавирусной инфекции нет ничего нового, это просто новый патоген, который осваивает новую экологическую нишу под названием там человек. С другой стороны, у этого коронавирусного возбудителя есть довольно много особенностей, которые начались в 2002 году, когда впервые нечто подобное прыгнуло на нас под названием SARS. Какие-то работы в то время и до 2016 года были сделаны, они были опубликованы, которые показывали о том, что всегда болезнь, тяжелый исход или, возможно, даже смерть и легкое заболевание, которым, в общем, можно приписать больше 85% инфицированного населения, зависит от очень многих параметров, где есть реактивность, иммунные системы, скорость размножения вируса и так далее. Но абсолютно непонятно, как разные части вируса, не сам вирус. Вирус, это, в общем, поскольку это неживая структура, хотя и очень большая, то есть 30 тысяч пар оснований для РНК положительных вирусов, РНК плюс вирусов, это, в общем, некое уникальное явление в мире. Не единственное, но уникальное. И там много что закодировано. И есть альтернативный сплайсинг, на самом деле, как ни странно. И есть какие-то открытые рамки считывания, которые, мы видим, дают небольшие белки, вообще не изученные. Мы не понимаем, длительных последствий. Вот это самая большая проблема. То есть пандемия приходит и уходит. И есть несколько аспектов, которые придется изучать, и более того, медикам придется с ними сталкиваться. Первое, это итрогенные ошибки. Если вы помните, в первую, если посмотреть на то, чем лечат, допустим, чем лечили в первую, в первую, значит, части этой вспышки и сейчас, диаметрально разные подходы. Диаметрально разные, да? Все вот эти вот хлорокины, гидроксихлорокины, массовое количество антивактериальных препаратов, которые приспользовались и так далее, и так далее, как-то, слава богу, уходят в прошлое. Но люди, которые это все получали, они, слава богу, остались живыми в большей части. И что с ними происходит, и как это будет происходить на протяжении длительного времени, непонятно. Второе, непонятно, как большое поражение легочной ткани, и, следовательно, по-видимому, большое количество вируса, которое размножается в организме человека. Как влияет дистанционно на другие системы? Не на респираторную систему, а, например, на ткани центральной нервной системы. Там их много, да, там есть глия, есть нейроны, специализированные в разных направлениях. И поскольку есть последние сообщения, буквально последних нескольких недель, ну и до этого тоже были такие работы, что часть белков вируса, ну, например, в частности, РБД-домен, проникает через гемотоэнцефалический барьер, то надо это изучать. Потому что на самом деле сейчас все страны и все системы здравоохранения в силу пиковой нагрузки заинтересованы только в том, чтобы человек не умер. Проблемы следующего периода это проблемы связанные с тем, что с человеком будет. И в медицинской части, да, главная проблема сегодня это реабилитация тяжелых больных после ковида. Уход. С ковидом не происходит так, что человек просто является отрицательным, он перестал плохо дышать и все, все, он выздоровел и пошел на работу. Так, к сожалению, не получается. И рецидивирующие атаки, и различные посложнения постковидные, тромбозы, и опять же недостаточно сдыхательные. Все это, к сожалению, реальность. И, наконец, то, что я говорю о нервной ткани, о центральной нервной системе, массовое количество или массовое проявление различных психоневрологических реакций ябскалта. То есть, если все это ранжировать, то на первом месте, к сожалению, расстройство когнитивных функций, на втором – депрессии, на третьем – психозы, ну, в общем, расстройство сна и все прочее. То есть, там много очень непонятных и совершенно не до конца не систематизированных процессов, которые нужно изучать. Я говорю сейчас как научный сотрудник. Пока, но мы, может быть, там один из немногих, я не скажу, единственных, слава богу, глазов, вопиющих в пустыне. Но мы довольно активно действуем в этом направлении. Консорциум хороший, сильный, то есть, у нас есть много клиницистов и в Москве, и по территории России. Большое им спасибо. А наш центр, который я возглавляю, он довольно активно участвует в изучении разных аспектов. Мы вот, например, посмотрели, как развивается иммунологический ответ, какие палитры антител появляются на разные эпитопы, ну, и многое-многое другое. Там, кеномы, метагеномы, то есть, как, например, интервенция антибактериальная, она стимулирует обогащение в бактериях резистентными, генами резистентности и все прочее. Это такое научное обоснование, почему сразу нельзя кидаться, давать азитромицин или подобные антибиотики. Сейчас к этому эмпирически приходят, но мы эти данные получили еще в первую волну, сейчас эта статья уже выйдет в зарубежной печати. То есть, на самом деле, надо изучать всестороннее это явление и больше, значит, усилий тратить именно на это. Что надо делать? Надо, понимая, возможно, низкую эффективность такой терапии, все-таки искать специфические антиковидные препараты. Которых пока все-таки нет, ну, римдесивиров. Их нет, да, и поэтому римдесивиров, аэпировир, все это понятно, но это скорее больше спекулятивная история. Надо искать что-то, потому что это использование старых препаратов. Да, против антивирусной активности. томифлю против гриппа был найден с большим трудом, там, поиски длились десятилетия. Это не быстрый процесс, но это надо будет делать. И надо, конечно, говоря о вакцинах, очень тщательно изучать последствия вакцинации. Я не противник вакцинации, не понимаете меня правильно, но, опять же, время диктует жесткие условия, надо было быстро что-то делать, чтобы взять под контроль эту эпидемию, но это совсем не факт, что, допустим, через год те вакцины, которые сегодня кажутся лидерами, вообще останутся в листе вакцинирования. Потому что, на самом деле, мы не понимаем, как большое количество S-белка, которое нарабатывается на разных платформах, способно оказывать влияние на физиологический статус прививаемого не в коротких периодах, потому что вот эти все побочные эффекты, лихорадка там и так далее. Да, это обычное дело при вакцинации, тут требуется разно. А вот длительные истории мне тут не совсем понятно. Это первое. Второе, не совсем понятно, почему при пусть и меньшем, но, в общем, довольно пристальном внимании всего мира к эпидемии SARS в 2002-2003 году, а действительно весь мир тогда был так же взбудоражен, я это не понаслышке, я просто участвовал в секвенировании одного из геномов, залетевших в Российскую Федерацию. Вакцина ведь не была сделана. Но быстро все угасло, и то, что начали, не стали продолжать. Марина, быстро все угасло, но люди понимали уже тогда, что это вернется. Потому что с вирусами не бывает чудес, если они уже смогли перескочить из прорваться в человеческий мир, то должны быть возвраты. Вопрос времени, но это не было принципиально. Поэтому люди старались сделать вакцину в разных странах. У них, по-видимому, не очень что-то получилось. Да, вы правы, там не было такого ажиотажа, такой скорости. Там прелесть в кавычках тех вирусов была в том, что сразу было видно человека заболевшего. Он не ходил бессимптомно так вот здоровячком, здоровяем других. Да, SARS, а в отличие от ковида, конечно, обладал меньшей контагиозностью, существенно меньшей, у него была меньше скорость развития, ну и многое-многое другое. Это уже такая специальная вопрос, почему? Но это, поверьте мне, именно так. Да, у ковида очень высокая скорость размножения, очень высокая скорость размножения, и поэтому просто многие иммунные системы не успевают среагировать никак. То есть, если он прорывает то, что называется innate immunity, то дальше, в общем, дело должно заканчиваться через 14 дней, положенных для выработки иммунитета. Так что здесь вот есть какие-то просто общие соображения, вы мне просили поделиться, вот они такого плана. И ответы на те вопросы, которые я сформулирую в конце, они могут быть только вследствие изучения. Ну да, только изучение, потому что здесь как бы... Сами с тобой они не придут. Да, конечно. Но мы либо поэтому все эти вопросы будем черпать в литературе, благо, что наши коллеги, конечно, интенсивно это делают, либо что-то поймем и разберемся сами, потому что сейчас требуется не огульная там какая-то дискуссия на уровне старых мнений, да, а просто абсолютно четкий научный подход с получением новых знаний. Как с наблюдением на людях, пациентах, благо, что в них нет никакого дефицита, пациентов много и никакой стабилизации сейчас в ближайшее время не будет. Это тоже понятно. А с другой стороны на лабораторных моделях. Вот так. Спасибо большое, Вадим. Не за что. Спасибо, будьте здоровы. Не болейте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok